Дорог и благоустройство Если возможно, пристроить к дому, например, парковку такую же Или с двух сторон от дома, чтобы человек выходил и попадал, получается, в гараж Так не поняла Тоже не понял Вы предлагаете каждому дому многоэтажному пристраивать парковки? Да, то есть вот на подъемниках, которые у стен Да, да, да Я поняла, а у меня сразу вопрос, сколько вы готовы платить за такую парковку? Ну, это уже будет зависеть, наверное, от застройщика Бесплатно лучше, правда? Нет, не бесплатно, конечно, но какая-то сумма будет в любом случае Спасибо большое Как вам кажется, может ли мэрия выйти с инициативой к застройщикам, ко всем? Прилепить к дому револьверные вот эти вот, если я их правильно называю Хотя пока не проведен эксперимент, это странно, да? Ну, на наш взгляд, в любом случае, надо сначала попробовать хотя бы где-то в одном месте проэкспериментировать А экономика там понятна? Сколько будет стоить одно место? Ну, оно достаточно мобильное, вот эта механизированная парковка, вот, по крайней мере, по информации инвесторов, да То есть она, в общем, требует всего лишь от одного до двух дней, то есть сборка-разборка Сборка-разборка И, собственно говоря, механизм там достаточно простой и безотказный в любых условиях Но вы знаете, у меня вот тут есть цифра интересная Тут подготовили наши редакторы, что одно место будет стоить примерно 300 рублей Я так понимаю, это в день сумма озвучивается Нет, ценовая политика пока не оговаривалась Ну, хорошо, тогда, потому что, я так понимаю, во многом зависит Я же не случайно задала вопрос Я, между прочим, хотя, наверное, это не у вас спрашивать Я до сих пор удивляюсь, почему строители не заставили всех как-то решать вопрос парковки Под каждым многоэтажным зданием должна быть парковка Большая или маленькая, другой вопрос Тогда бы у нас, наверное, квартиры стоили такие заоблачные деньги, Владимир Анатольевич Что никто бы их и дальше не смог Ну, а что делать? Строители не будут заниматься меценатством А вот согласитесь вы, я вот как я не люблю автомобили, вы знаете, уважаемые зрители Ну, сам на них езжу Сам езжу, но я понимаю, я поездил по миру и я знаю, что в центре большого города Невозможно решить проблему пробок, если не выдавливать машины из центра То есть платные парковки во всех цивилизованных городах почти везде И надо пересаживать людей на общественный транспорт Вот вы согласны с тем, я понимаю, что власти надо заигрывать с населением, чтобы не терять рейтинг Но ведь вы должны заниматься пропагандой, объяснением того, что люди, покупая машину, вы покупаете не только железяку Но вы землю-то не покупаете, поэтому платите Вы как-то пропагандой вот этих парковок собираетесь заниматься? Или это не ваша обязанность? Вот, кстати, да, я в добавлении к вопросу просто скажу, что мы сегодня пытались вспомнить те инициативы То есть если мы, находясь в редакции сегодня, ну, честно скажу, с трудом вспомним Мы вспомнили, что вы пытались рассказывать о местах, которые вы открываете Но широко-то пропаганда действительно и не идет И вот мы хотели и спросить, получается, где граница заканчивается То есть вы сделали и все, или все-таки пропаганда должна быть? Устанавливаются информационные указатели о наличии в центральной части города имеющихся плоскостных парковочных площадок Не знаю, водители об этом уже не так давно уже говорилось И в средствах массовой информации, может быть, и с помощью вашей телекомпании Ну, всех, собственно говоря, в городе Красноярске Что водитель может использовать плоскостную стоянку Ну, они стоят у нас на кольце Брянская-Сурикова, Игарская Они стоят на, ну, как при съезде с коммунального моста И со стороны Октябрьского района То есть на всех трех подъездных путях Вы-то имели в виду другое? Имеется в виду пропаганда, знаете, какого рода? Например, плакат Ну, я, к примеру, там, прожигав столько-то от места, ты потеряешь там, ну, например, 600 калорий Да, сэкономишь столько минут Не загрязнишь город Да, там, вот что-то такое Потому что плакаты информационные, это одно, это как указатели, куда ехать А пропаганда, чтобы человек понимал, действительно, прогуляюсь я там, например, да не замерзну, да и вообще полезно Или это не ваша епархия? Нет, ну, это в любом случае, этим нужно заниматься Я так думаю, что не важно, наша это обязанность, не наша обязанность Но в любом случае, это обязанность и задача города Чтобы максимально люди, горожане, использовали те парковочные места, которые, на наш взгляд, на сегодня не совсем загружены Вот, и использовали максимально, или отдавали приоритет все-таки общественному транспорту Я сейчас пошел дела вести, да, но мне кажется, не дорабатывайте Вот, мне кажется, власть не дорабатывает с парковками конкретно Хоть и старается Спасибо большое, Олег Сергеевич Вы на нас уже не обижаетесь, но мы так активно, потому что болеем, условно говоря, за это Я действительно не знаю, надеюсь, что все-таки как-то где-то активнее будете продвигать Потому что с народом нужно работать Если им ничего не говорить, не показывать, не вовлекать их, то, наверное, не будет Вовлекают же в здоровый образ жизни, а, наверное, в условия правильной парковки тоже нужно вовлекать Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы Думаю, не первый и не последний раз с вами тут встречаемся Ну, а сейчас на очереди дела и слова Владимира Перекоти